Сыктывкар преображается на глазах. Многие объекты столицы приводят в порядок благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Сегодня представители партии «Единая Россия» вышли с рейдом на один из таких объектов. Речь о сквере в местечке Лесозавод по улице Школьная. Вместе с партийным десантом оценила ход работ и моя коллега Ксения Мишарина. Сквер в Сыктывкарском местечке Лесозавод. Рабочие старательно укладывают оставшуюся тротуарную плитку. Техника уже не шумит. Слышны только детские голоса. Это местные малыши под присмотром родителей катаются с горок. Работы по благоустройству сквера начались в апреле этого года. Это сквер для жителей микрорайона Лесозавод. Здесь будут, кроме скамеек и дорожек, соответственно, здесь будут два детских, ну они уже существуют, два детских городка, площадка для детей 3-5 лет и площадка для детей 7-14 лет. Ну и зона отдыха с качелями подвесными. Сдать объект планировали еще 20 августа. Однако в процессе благоустройства возникли проблемы с доставкой малых архитектурных форм. Но сегодня все элементы на месте. В скором времени установят видеонаблюдение. Голосование за благоустройство сквера в Лесозаводе началось в прошлом году. За полтора месяца в нем приняли участие 922 человека. И несмотря на то, что работы еще не завершены, горожане активно посещают площадку. Хотя еще совсем недавно она была излюблена местными любителями горячительных напитков. Здесь одни были банки, склянки. Это все пивное. Лето в жара. Они тут все в тень приходили, заседали. Ну заседали как понятно в чем. А сейчас эта душа прямо не может нарадоваться. И дети довольны, и родители довольны. 9 мая у нас здесь проходят традиционные ежегодные митинги, посвященные Дню Победы. Вот мы видим на заднем плане у нас стоит памятник сотрудникам ЛДК погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник тоже привели мы сейчас в надлежащее состояние. Оставшиеся работы, как и весь процесс, от самого начала на контроле партии «Единая Россия». Итоги рейда положительные. Несмотря на то, что подрядчик не успел завершить работу в установленные сроки, сквер стал настоящим подарком и украшением для горожан. А оставшиеся 5% от общего объема работ закончат к концу следующей недели.